Держаться нету больше сил. Держаться нету больше сил. Доброе утро, Дальний Восток. Доброе утро, уважаемые нижнеамурцы. Сегодня у меня для вас крайне важная информация и весьма пренеприятное известие. Данный вопрос уже затрагивался мной в октябре. Я записывал небольшую беседу о проблемах нашего города. И вот один из этих вопросов поднимался о том, что наш город в ближайшее время может остаться без лицензированного общественного транспорта. Информация подтверждается. Итак, вкратце. Так или иначе, через многие источники до меня дошла проверенная и непроверенная информация о том, что в городе происходит самый настоящий заговор. Заговор против населения, заговор против поселения, против самого вообще здесь нашего нижнеамурского быта и мироустройства. Собственно говоря, заговор уже давно наблюдается и в течение последних 30 лет мы можем наблюдать его последствия. Но сейчас заговор входит в его кульминационную точку. Несколько лет назад в Николаевске на Амуре и в Николаевском районе на конкурсной основе перевозками в Николаевске и районе Под крылом группы компании «Пять звезд» занялась фирма «Общество с ограниченной ответственностью» автотранспортное предприятие «Николаевск на Амуре» ООО «АТП Николаевск на Амуре» Генеральный директор «Черная Зоя Вениаминовна» И учредитель юридического лица Васильев Юрий Петрович И в последние месяцы связь эта нарушена и вывод такой сделан потому, что автобусы именно группой компании «Пять звезд» в срочном порядке отозваны из Николаевска И в Николаевске они маршрутную деятельность больше не осуществляют Фирма-перевозчики селут несколько лет, она переживает тяжелые катаклизмы Связано это с софинансированием, то есть субсидированием администрации Николаевской района Еще там ряд причин, в том числе чистка дорожного полотна ненадлежащих В том числе ушатанное просто дорожное полотно, которое вообще не соответствует нормам ГОСТам И по которым вообще, в общем-то, в цивилизованном мире никто бы деятельность транспортную и не осуществлял А если бы осуществлял, то выставлял бы бешеные иски тем, кто этими дорогами должен заниматься Таким образом, выполняя, можно сказать, подвиг, компания-перевозчик подвергается постоянному риску быть сметенной с рынка Но, скажем так, что придет взамен этого? Что думаете? Только объявить конкурс, и сразу толпа такая, прям вот, желающий кринется сюда, в Николаевск, на Амуре Сказать, мы хотим быть перевозчиками, мы, возьмите нас, возьмите нас Да хрен такого будет И вот, что делается здесь, в Николаевске и районе Какая хитрая, создается тонкая, четкая паутина лжи Как стало известно, 26 декабря 2019 года должно было пройти собрание коллектива ООО АТП Николаевск на Амуре, включая всех работников И должны были решаться жизненно важные вопросы, что и как будет в дальнейшем происходить Но, как оказалось, межрайонная ФНС номер один города Николаевск на Амуре В Тихомолочку инициировала банкротство фирмы Соответственно, заморожены все счета фирмы И в дальнейшем, как стало известно, группой лиц, которые имеют правомочность, так сказать, принимать жизненно важные для города решения В Тихомолочку опять затеяли какую-то непонятную темную игру по своим правилам И, значит, стало уже известно, что сейчас, с 1 января 2020 года уже Деятельность по перевозкам, по пассажироперевозкам в Николаевске и районе будет осуществлять предприниматель Кучерова О чем это говорит и чем это чревато для Николаевска? Во-первых, о чем это говорит? Говорит это о многом Говорит это о том, что нарушается, во-первых, нарушается опять инфраструктура города и района Как известно, в наших маленьких весях даже выпадение самого небольшого звена инфраструктуры ведет к самым серьезным и порой необратимым последствиям Далее, с рынка сметается уже устоявшаяся организация Сметаются все наработки Организация, скорее всего, уходя с рынка, скорее всего, отзовет все свои лицензии К чему это приведет? А вот сейчас посмотрите, к чему это приведет Значит, и самое главное, жестко нарушается трудовое законодательство Работоспособный сработавший все устоявшийся коллектив попросту сметают с рынка Полностью вышвыривают на улицу без возможности трудоустроиться И без каких-либо дальнейших гарантий Что в наше время значит потерять работу? Об этом, я думаю, говорить вам не надо Таким образом страдает все население города и района Страдает устоявшийся коллектив ООО АТП Николаевск на Амуре Страдают все Кто от этого выигрывает? Честно говоря, затруднительно сказать Чем это чревато и чем это грозит в дальнейшем? Какие последствия возможны от подобной рекогноцировки? Судите сами Фирма была уже устоявшаяся на рынке Это раз Человек, генеральный директор Женщина с опытом управления Которая на самом деле старалась Чтобы все было нормально Которая сама следила за чистотой дорог Выпускать, не выпускать автобус Чтобы обеспечить нормальную работоспособность транспорт То есть эта фирма с его устоявшимся коллективом Кондукторов, водителей, со всеми допусками, лицензиями Со всеми курсами обучения Она уходит с рынка Замечу, скорее всего отзывает с собой все лицензии Что такое лицензия? Это законодательно данное государством добро На осуществление той или иной деятельности Именно профессиональное Высокларифицированное И соответствующее ГОСТам, нормативам Осуществление деятельности То есть, чтобы осуществлять подобную деятельность Необходимо иметь не только вот эти бумажки А также, значит, гаражи Обученный персонал Специализированную технику И так далее Что придет взамен? Кто и что? Ну, на роль Нового руководителя Предприятия, осуществляющие перевозки По всей видимости, намечает предпринимателя Кучерово Ей потребуется транспорт Специализированный Ей потребуется специализированный Обученный состав Ей потребуются гаражи, боксы и тому подобное Для чего? Для того, чтобы осуществить лицензирование Которое, скорее всего, у нее нет на данный момент Потому что, замечу Лицензирование стоит довольно приличных сумм денег И довольно требует приличной оснащенности Материально-технической базы И, соответственно, как правило Обученного персонала Ново пришедшее Не всегда лучше и неизвестно Как оно будет на самом деле Будет ли вообще Ходить транспорт На улице И Насколько Безопасным Будет передвижение В нем На данный момент Лично я считаю Что ситуация Очень-очень критичная Более-менее стабильные перевозки Опять же Более-менее Устраивает Жителей города Ну, скорее более Чем менее Потому что все-таки Транспорт функционирует Двигается И мы перемещаемся И в этом плане Мне бы не хотелось Чтобы перемены Были в какую-то худшую сторону А с переменой Организации Которая будет осуществлять Данные перевозки Не имея такого опыта На рынке Получиться может Все очень и очень печально При этом Я предлагаю Встать на защиту Организации Которые осуществляют Перевозки Нижнеамурцы Нам необходимо Каким-то образом Начать действовать В наших С вами интересах Потому что Пока мы Оставляем И складываем Все это на авось Какая-то группа Самовыдвиженцев Самоназначенцев Будет Заниматься Нашими ресурсами Нашей инфраструктурой То есть Решать за нас Чего мы хотим Чего мы не хотим Мало того, что они Похерили попросту Все постановления Правительства Включая 97-е Постановление На основании которого Все ЖКХ Оплачивается государством Стоит только администрациям Местного уровня Заявить о том, что они Готовы Принять этот бюджет Мало того, что они Игнорируют Игнорируют Федеральный закон 87 По компенсации Гражданам СССР Выражающийся теперь В монетарном Возложении Это около полумиллиона Россиянских Рублей Опять же, что Получить данные суммы Администрация Местного уровня Стоит только заявить О своем намерении Получить эти деньги И деньги будут получены Вместо этого Все административные Верхушки Скуля Вот У нас зубы на полке У нас бюджетик Крохотный 30 миллионов Мы делим его на все 15 районов спутников И ничего, ничего Ребята, не остается Даже украсть нечего Согласен А для чего им шевелиться Если все, в общем-то Их расходы Покрывают довольно Шикарные Заработные платы Плюс Отсутствие необходимости Оплаты за Носочку То есть за электроэнергию За коммунальные платежи Которые, естественно Очень многим Административным Работникам Совершенно не нужно Оплачивать Это включает и Прокурорских работников Полицейских Ну, это включает в себя Чины более-менее Повыше званием Рядового состава Я думаю Все это не касается Как я уже говорил В одном из своих роликов Чиновники Нас не объедают Они Являются Всего лишь Получателями Крохотной части Своего бюджета Гражданина Которые им дают Получать В виде их зарплат За то, что они Сидят на своем Седалишнем месте Ровно И ничего не делают То есть Их силы разрушения Заключаются Именно в их бездействии А не в то, что они Объедают нас В чем их задача Наших теперешних Управленцев Здесь Здесь на местах В других весях районов В Охотском Военно-Майских районах В Тукуро-Чумиканском районе В Николаевском районе Все наши Веси отдаленные В общем-то Все окраины Нашей великой Родины В чем их задача Уничтожить всех нас Так или иначе Выжить нас На погосты Выжить нас Согнать В крупные муравейники Города Чтобы мы там Быстрее жили Двигались Быстрее Подыхали Мутировали И тому подобное За это они получают Своё вознаграждение Свою часть Небольшую Как сказал уже Бюджета Одного гражданина За свое бездействие Нет Мы их не кормим И не снабжаем Их кормит И снабжает Ресурсы Нашей Великой Могучей Родины Те самые Миллионы Кубометров Газа Каждый год Транспортируется Всему Продвинутому Так сказать Миру Вот И продаётся За огромные деньги Что-то в пределах 17-18 триллионов рублей Что в пересчёте На душу населения Составляет В пределах 30 миллионов рублей Ежегодно С этой суммы Им и позволяют Получать крохи В виде Весьма приличной Зарплаты И по этому поводу Не стоит обнадёживаться Что им До нас Есть какое-то дело Что якобы Куда они денутся без нас Да им будет вот так Чётко без нас Без всех Они будут так же Эмулировать управление Пока кто-то повыше Не сметёт их С этого игрового стола А нам бы Задуматься следовало Потому что Сейчас Мы находимся На этом пике Цивилизации Когда все Бодро шагают К светлому Будущему К 2020 году Когда По обещаниям Первого главы государства В.В. Путина У нас будет Много-много всего Будет И 100 квадратных метров Площади На семью Будет И хороший очень Доход Не ниже Двух с половиной Тысяч долларов И прочее Прочее Все мы прекрасно Понимаем Что это такие Новогодние шутки Потому что Если взять Среднестатистически Что допустим Определенное количество Чиновников Получает по 100 миллионов Ежегодно А большинство Россиян Получает Они получают И 300 тысяч А то может быть И этого не получают Кто безработный Для кого работы Не нашлось Кто не вписался В рынок Тогда Поделив Просуммировав Все эти заработные платы И взяв От них Да Среднеархметическое Мы В общем то и получим Те самые 2 с половиной Тысячи долларов И даже возможно больше Именно так Делается статистика Вы же помните Что если допустим Вася съел Два яблока А Петя не съел Не одного яблока То все вместе Они съели по одному яблоку Вот такова Цена этой статистики Если Иван Иванович Получил Два миллиона Долларов А Иван Ильич Не получил Вообще ничего То по статистике Они получили По одному Миллиону долларов Вот так все это И закручивается Так и начинается Оболванивание Поэтому мягко Не навязчиво Где то жестко Где то мягко Согласно Главным правилам Еврейского фашизма Затягивать Понемножечку По одной ниточке Резьбы А то и по половинке Ниточки Чтобы сразу не взвыли Чтобы не поперли На баррикады Потихонечку По капельке Выжимать жизнь Из обнищавшего населения Из отдаленных регионов И весей Иуда Масонский заговор Давным-давно Шагает по всей планете Небольшие Отдаленные веси Это не исключение А скорее всего Показатель С них то все И начинается С них то и погибает Огромный организм Пока В питерско-московских Агломерациях Радостно празднуют Нашу победу Над тем что мы Живем хорошо и лучше Да возможно Они живут хорошо и лучше Здесь Последнее население Вынуждено Погибать Под непомерными Налогами И Заботами Вынуждены Стиснуть зубы Вцепляться в эту жизнь Чтобы не умереть Сегодня Завтра Практически Сейчас Терять уже нечего Остается только улыбаться Хлопать в ладоши Потому что у нас уже Ничего практически нет Производство Стоит Заводы Рыбзаводы Колхозы Все Перестало функционировать Нету мобильного Завода Нету строительного Завода Нет Городообразующих Предприятий Городообразующие У нас остались там Лишь полиция И пожарники Наверное Ах да Еще много народу Задействовано в медицине Ну и естественно Административных Работников Разных уровней Будущее Печально А настоящее Крайне уязвимо Сметя Все на своем пути Забрав У нас Нашу собственность Забрав Допуск Кому Отравив реки Вырубив леса Вырубая сейчас Остатки Магинского леса Травя остатки наших рек Разнообразными Золоторудными Разработками Уничтожая наш Жилой квартал Производя Подмену его Опасными для жизни Жилищными Комплексами Добивая остатки Того что Создавал Десятилетиями Великий Советский народ Труженик Сейчас Близок конец Функционирования Лицензированного Общественного Транспорта Что последует За ним А чёрт его знает Неизбежный Конец Энтропия Иными словами Так просто Дальше Уже нельзя Необходимы Какие-то Срочные Действия Я даже уже Предвижу Реакцию Отдельных Лиц Которые бегают За мной по чатам Всякие Фурсовы И Гадят под моими Видео Под моими Высказывания Под моими заметками Бог с ними Я отпускаю им Их бесовское Но приходят За ними Другие И говорят Роман Ну что же Ты озвучил вопрос Давай Действуй Ты молодец Давай Вперёд Сломя голову Стены И прочее Я вам скажу Так Я и так делаю В общем-то многое Даже то Что я озвучиваю То Чего не могут сказать Другие В силу разных причин Это уже Очень много Вопросы озвучены И значит Проблема Уже описана И значит Она уже есть И от неё уже не спрятаться И потом Когда Те кто виновен В этой созданной проблеме Призовутся к ответу И скажут они Что якобы они не знали Моё видео Подтверждение тому Что обо всём Они прекрасно знали И были информированы И тогда им уже Ни в коем случае Не отвертеться Созданные ролики Уже Являются огромной Доказательной базой По факту Преступления Административных Работников Против нашего Города И нашего народа Здесь В Нижнеамурье С прилежащими Всеми пятнадцатью Сёлами И И ещё Я скажу Так Друзья Нижнеамурцы Я не справлюсь Я не справлюсь Даже Имея за спиной Довольно Мощный механизм Созданный нами Седьмого ноября Две тысячи восемнадцатого года Это Общественная Первичная Профсоюзная организация Правозащитная Профсоюз Николая Сканамурия Даже все вместе Мы не сможем Противостоять Этому шквалу Этой энтропийной волне Накрывающей Всю нашу Весь Только Вместе Только Сообща Сейчас Актуален Как никогда Этот лозунг Патриа Ом Моэрта Родина или смерть Что такое Родина Это наша жизнь Это наша Здесь наша среда обитания Это Наши дети И будущее Наших детей Почему мы должны Отсюда уезжать За какой-то лучшей жизнью Почему мы не можем Жить здесь Когда у нас для этого В общем то есть все необходимое Но мы не можем этим пользоваться По ряду уже уже озвученных причин Глобальный заговор Потому что мы на своей земле Стали преступниками Уголовниками А другая часть Которая поменьше нас Этих уголовников контролирует Одна часть Судит Другая часть Выбивает Отсуженная у нас Следующая часть Сопровождает нас Тюрьмой И другая часть Нас охраняет При этом на все взирают Из-под небес Величайшая наша Административная Управленческая структура И говорит Что вы хотите Все хорошо У нас все хорошо У нас все здорово И кроме безработицы На Украине Нас вообще Никакие проблемы Не интересуют Поэтому Давайте объединяться Давайте как-то Решать вопросы Нашего Выживания здесь Хотя бы не жизнь А хотя бы для начала Просто выживание Пишите толковые комментарии Давайте Предлагайте Нормальные направления Решения данного вопроса Давайте где-то Может быть Встретимся Обсудим Нашу насучку Нашу жизнь Именно здесь Тем Кто не может Ничего предложить Либо чего-то боится Либо просто Хочет остаться в тени Просто Поставьте лайк А еще лучше Поделитесь данным видео Пускай его увидят Как можно больше Народу Пусть они поймут Что в Николаевске На Амуре И в Николаевском районе Еще есть живые люди Тем Кому не безразлично Дальнейшая судьба Нашей Родины Наших детей И те Кто радеет За наше будущее И пускай нам говорят Что нам Вы этому не верьте Солнце светит Для всех одно И светит оно Всем одинаково Правомерно Руководствуясь Правовыми Нормативными Документами Берем власть В свои руки Других у нас Нет Не забывайте Ставьте лайки И делитесь Видео Обеспечивайте охватки Тем кто не боится Вступайте в группу Николаевск на Амуре День за днем Там все За правду И все на самом деле Поднимаются Вопросы не только Николаевска Но вопросы намного Шире А будет еще круче Когда мы Все как один Станем юридически Грамотными И подкованными В данных вопросах Когда мы Силой слова И силой мысли Сможем отстаивать Свои интересы Когда мы получим Возможность Свободно Трудиться Работать Без рабских пошлин И налогов Вот тогда Можно будет сказать Да Наши предки Умирали не зря Очищая Наши веси От фашистской Заразы Тогда можно будет сказать Да И мы тоже Теперь живем не зря Пишите Здравые комментарии Ставьте Лайки Делитесь данным видео Пусть как можно Больше народу Посмотрит этот материал Быть добру У меня все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok